Торжественные мероприятия прошли в среду и во многих других местах областного центра. Как известно, в Твери находится больше десятка братских могил, в которых захоронены бойцы и командиры Красной Армии, отдавшие свою жизнь за освобождение Твери. Среди них и мемориал на Волынском кладбище. Немцы подошли к Калинину в октябре 1941 года. Промахи советского командования не позволили собрать в городе достаточное количество войск, чтобы организовать долговременную оборону. Город пал 14-го числа. Тем не менее, в течение двух месяцев Красная Армия пыталась отбить его обратно. 16 декабря столица Верхней Волжи была наконец-то освобождена от врага, благодаря чему вошла в историю. Мы знаем о том, что наш город Калинин был первым областным центром, который был окончательно бесповоротно освобожден от немецко-фашистских захватчиков, от этой фашистской чумы. Это был еще очень важен как моральный момент, аспект. Потому что это очень сильно, конечно, подбодрило, укрепило наших солдат, укрепило веру в то, что фашистская чума может быть побеждена и обязательно будет побеждена. Правда, за это пришлось заплатить дорогой ценой. Только при наступлении на Калинин погибли более 27 тысяч советских солдат и офицеров. Все они были захоронены в десятках братских могил по всему городу и на его окраинах. Один из таких воинских мемориалов находится на Волынском кладбище. Тут покоятся около полутора тысяч бойцов Красной Армии, павших в боях или скончавшихся от ран. Их память в эту среду почтили представители администрации Заволовского района, Городской думы, ветераны и простые граждане. Очень отрадно, что сегодня не только представители депутатского корпуса, не только представители власти, но мы видим, что мы здесь полчаса находимся, постоянно идут простые тверичи, граждане, которые идут с цветами, с детьми приходят, идут поклониться, вспомнить о прошлом, вспомнить о павших. Все собравшиеся отметили главное – о войне надо помнить, чтобы такое больше никогда не повторилось, чтобы вражеские бомбы никогда больше не падали на нашу землю.